Я напоминаю, что сегодня Международный день домашних животных. Еще раз поздравляю всех владельцев домашних животных. Домашних животных, конечно же, тоже поздравляю с этим праздником, потому что, ну... И они такие... Им обидно будет, да. Я приготовил для вас, ребят, игру, связанную с собачками. Мы эту игру уже проводили с Яной. Я был на вашем месте, поэтому я знаю, насколько это было интересно и классно. Задача очень простая. Вам нужно по картинке, которая у нас уже есть на экране, отгадать две породы, которые... Соединились в одну. Тесики. Да, да, да. Тесики. Кто это? Собака. Ну, какое, какие породы? Это Джек Рассел Терьер. А вот я по ним тоже про него думала. Джек Рассел Терьер и... И Парсон Терьер. Что, простите? Лен Твой вариант ответа, давай. Вот я почему-то тоже думала про вот этот собак из фильма «Маска». Так. Джек Рассел, да? Они обе породистые. Ну, конечно, конечно. Там не будет такого, что там будет написано «дворняжка» и «дворняжка». Давай «борзая». Итак, Джек Рассел Терьер и «борзая». Правильный ответ. Кто эти люди? Кто эти... Мальтийская баллонка и бигль? Не мальтийская, а мальтинская. Мальтийская баллонка. Мальтийская баллонка и бигль. Ну, бигля-то вы должны были догадать. Ну, и баллонка-то, в принципе. Бигль, кстати, сейчас... Смотрите. Вот помните, во все времена была популярна какая-то одна порода? Вот сейчас самая популярная порода – это бигль. В свое время были далматинцы, потом кто? Ротвейлеры были. Нет, сначала были питбули, потом далматинцы. Ротвейлеры были очень популярны. Потом ротвейлеры, потом кто? Маленькие йорки, потом перешли на них. Нет, потом лабрадоры. А эти доберманы, которые были у Глюкоза, помнишь? Да, да, да. А сейчас бигль. Бигль самая популярная. Ваня просто вообще... Кто эти собаки? Он говорит, я не то что... Собака. Дворняшки. Что такое? Мне кажется, знаешь что? Давай я первая скажу. О, шнадцать. Шнадцать. Ну, вы поняли, да. Я думаю, это хаски и... И, 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 и... Сейчас, подождите, я сказала. Стерьер или как-то? Ну, тут же вообще сразу... Это шпиц. О, хорошее. Вспомнилась. Итак, хаски и шпиц. О, какой-то волк какой-то вообще. Это овчарка и этот волкодав или кто такой черный-то? А, нет, этот водолаз, господи, Ньюфаундер. Водолаз – это же... Черный такой, вон, похож. Кавказец. Кавказская овчарка и овчарка. Ньюфаундер, они, по-моему, еще называются. Ребят, вы сейчас, по-моему, вдох наговорите. И овчарка. Про водолазов, что-то про кавказцев. Не надо, Ваня, поаккуратнее с этим. Ну, кавказец, кавказская овчарка. Итак, кавказец и водолаз. Ну, овчарка и водолаз. Я максимально сильно сомневаюсь, что сейчас в правильном ответе будет написано «Кавказец и водолаз». Потому что... Потому что тогда картинка была бы другая. Там чувак был в гидрокостюме, и был такой сбородованный. И усы у него из гидрокостюма, торча. Итак, смотрим. О, овчарка. Да, да, я же угадала. Я же тебе сказала, овчарка и ньюфаундлинг. Да водолаз – это ньюфаундлинг. Серьезно? Да, я так называла уже тут. Да, я угадала полностью. А ты чуть-чуть тебя не отгадал. Сказал бы просто овчарка? Я кавказцев не бывала. Я сказал же. Ты сказал «Кавказец», а я сказала овчарка. У нас такой балаган начался. Это я, я, я правильно сказала, Вань. Итак, мы идем дальше. Лена лучше разбирается. О, это ротвейлер, какая-то овчарка. Все, заберите. Я, короче, пошел. Верни. Вань, давай. Да, можно? Давай, Вань, давай. Другую программу. Заберился? Давай, Вань, давай. Ты всех этих пород знаешь. Хотя сама не держит это домашнее животное. Я уже забыла, что я сказала. Итак, ваш вариант ответа. Это спящий ротвейлер. Не, ротвейлер, да. Ротвейлер и овчарка, ты сказала, Лена. Вот, 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 я очень хочу домой вот эту собаку. И немецкая овчарка. Слушайте, мне кажется, или немецкая, вообще, овчарка, ну, немецкая в частности, это какая-то самая такая скрещиваемая. Нет, она везде просто поучаствовала. У нее хорошие гены. Так я про это говорю, самая скрещиваемая. И мне кажется, проблема тут не в слове овчарка, а в слове немецкая. Понятно, да? Гена у нее хорошая. Тонкий юморок пошел. Да, итак, мы идем дальше. О, так это же легко, это же этот. Какой? Опять кавказ? Нет, это такой пушистый, как он? Белый такой, ну, как он? Сейчас скажу, он у нас был в гостях. На букву S. Вот, самоед, да. Самоед. Вот, что тебе пришло в голову? Да, тут осенило меня. Я не удивлюсь, если там самоед овчарка какой-то. Или лайк. Немецкий овчарка и самоед. Золотистый ретривер и хаски. Ретривер, да. Кстати, хаски я ставлю на второе место по скрещиваемости. Даже, возможно, она где-то может обогнать. Овчарку? Ну. Давай посмотрим, кто еще. А, кстати, хаски, это вот до этого, до бигля была популярна хаски. Помните, да? У всех они были. Да, у многих. И круто было. Кстати, золотистый ретривер, крутая собака. Мне нравится очень. Он, вот смотрите, он даже здесь стоит, он как из рекламы такой, благородный, да? Ты его на хаске посмотрите, какой взгляд. Хаски на подозревака вообще стоит, кого-то подозревает. Итак, дальше идем. Это маленький. Ой, господи, это овчарка с корги. Корги и овчарка. Так, ну тут. А уже был такой вариант? Нет. А, господи, такс. Такса и немецкий. Скажите, пожалуйста, зачем так издеваются над животными? У меня один вопрос. У меня один вопрос. Как? Язык такой, Сен-Бернар, Сен-Бернар по-любому, Бетховен. И Бетховен. Сен-Бернар. А что, есть такая порода Бетховен? Нет, ну Сен-Бернар, Бетховен. Типа сразу понятно, откуда это. Очень знакомый, вот и морда вот эта вот. И овчарка немецкая. Нет, уши висят. Ой, ты моя-то. Корги? Корги, Сен-Бернар. Сен-Бернар? А я думал пишется Сен-Бернар. Я тоже. К вопросу об акцентологии. Все, ребят, вы молодцы. Лена победила, отчетливо победила Ваню в этом конкурсе. Передай папе привет, потому что я впервые победила его. Нет, второй раз. Ну что, дорогие друзья, мы с вами движемся дальше. И у нас на очереди наша уже постоянная рубрика, посвященная детям и детским вопросикам. Точнее, взрослым вопросикам, но детским ответам. Чудо-чадо прямо сейчас на ваших экранах. КОНЕЦеерж.